приветствую вас друзья в этом видео расскажу вам про летний ангар а также про линию фронта и про патч 1.27 начнем с линии фронта появилась информация что в обновлении 1.27 разработчики хотят вернуть линию фронта на 8 уровень эксперименты закончились видимо и мы вернулись туда откуда начали а именно на восьмой уровень планируется арендная техника тигр 2 т-44 amx от земли 48 м 41 бульдог в наградах на линии фронта можно будет увидеть боны бланки переподготовки учебные материалы боевые инструкции пока что все без каких-либо там подробностей пока только так образно я думаю что скоро информации будет больше и мы полностью узнаем что нас ждет в патче 1.27 а я думаю что там будут вещи которые вас очень сильно удивят я думаю что недовольных будет снова много некоторыми вещами я думаю что к патчу 1.27 нужно будет подготовить защиту от фугасов подробности узнаете позднее я думаю вы будете очень сильно удивлены про некоторые такие механики я рассказывал очень давно что нас в этом году буду ждать какие-то там уникальные системы прокачки в общем и целом когда будет что рассказать я расскажу первый общий тест патч 1.27 вероятнее всего начнется 23 05 2024 а это значит что через пару дней скорее всего он начнется а релиз будет 12 июня грубо говоря через три недели эти даты неофициальные неподтвержденные это примерные поскольку разработчики в любой момент могут переместить эту дату и вперед и назад и куда захотят но чтобы вы примерно ориентировались даты вот такие через пару дней стартанет общий тест патч 1.27 через три недели он уже выйдет у нас на основу примерно ну и следующая новость это обновление 1.27 нас будет ждать новый летний ангар я так понял это тот же самый весенний ангар возможно там какое-то освещение поменялось или там что-то по мелочи плюс минус то же самое теперь стихи нам я так понял будут читать не постоянно а когда мы будем нажимать на человечка надо будет нажать и потом мы сможем услышать стихи тоже еще одета там я в дискорде видел не помню кто-то писал кажется в стихах там где-то в каком-то слове есть ошибка точно не знаю и не помню где но кажется что то там есть какое-то слово неправильно читается но я честно скажу я ни разу вообще его даже не начинал слушать она что-то там на фоне бухтит и принципе и ладно даже еще хочу сказать про сус 122 1956 на канале есть стрим который вы можете посмотреть как я на ней играл играл там 4 спины часа кажется в принципе я на ней наигрался специально получил ее заранее я три этапа прошел сам проходил очень быстро буквально в первый же день как стартовали новые задания я их выполнял за несколько часов там за пару за несколько неважно задачки очень простые многие я думаю заметили что они очень быстро проходятся почему я четвертый этап закрыл за золото для того чтобы на неделю раньше покатать вам показать подготовить видосы осмыслить понять на кататься на танке они делать это в тот момент когда люди вот уже начинают его получать и в рандоме много в каждой команде их по несколько там штук как минимум будет а это кустарные птшки которые сидят афк по кустам на красной линии и бои будут но такие странные делать какой-то обзор танка в странном рандоме с кустарными птшками в каждой команде это такое себе занятие я вот покатал что-то про танк осмыслил что-то понял отдельно сделаю про него видос если вам не втерпешь или есть желание посмотреть стрим на канале в записи на выка play и на ю тубе можете посмотреть если коротко я бы сказал так для статистов которые играют активно агрессивно на статистику стабильно хотят влиять на каждый бой этот танчик спорный для целевой аудитории которая не особо заморачиваться там с кустика что-то бахает танк даже некоторыми параметрами может вас удивить насколько они хороши но остальные параметры которые нужны для активной агрессивной игры на результат тех нужных параметров нет которые лично вот мне допустим нужны чтобы агрессивно играть и влиять реально на исход боя а не надеяться там на что-то там то есть с одной стороны есть крутые офигенные параметры в танке но не те геймплей на любителя это кустарная птшка принципе все я думаю что не всем стоит ее брать подряд но танк плохим прям назвать и не могу 3000 среднего я сыграл за 20 чем-то боев результат скромный абсолютно не выдающийся но и не прям ужасный такое на ней можно вполне себе поиграть даже может если еще больше на ней поираю привыкну даже может быть активно играть но некоторые вещи абсолютно не позволяют это углы горизонтальной наводки и стабилизация вот эти вещи абсолютно не дают сыграть агрессивно не говорю уже о том что там броня у плохая подробный обзор будет отдельно в отдельном видео надеюсь вы рады что в патче 1.27 можно будет пофармить серебро в линии фронта но последнее время линию фронта запускают кажется на недельку и все если стальной подлокотник у нас включен на протяжении там веков еще пяти кантера поиграли в стального охотника то вот линию фронта включают буквально туда-сюда и выключили вставлю в конце свое мнение про линию фронта если она вам не интересно то принципе можно на этом уже и расходиться я думаю что многие так знают что я не люблю линию фронта и вообще по моим мыслям и догадкам линия фронта портит игру тем что люди туда заходят фармят кучу серебра потом выходят оттуда в рандом и на фулл обалдеться с кучей серебра по кайфу стреляют во все что им там надо ничего хорошего в этом не вижу даже если это не так а мои придумки выдумки в любом случае если люди фармят в линии фронта на восьмерках то они потом меньше хотят фармить серебро в рандоме на восьмерках а если восьмерок в рандоме мало а десяток больше то вы на восьмерках реже попадаете в топ а чаще попадаете вниз списка вот я допустим недавно поиграл с лёхой на восьмерки во взводе мы играли восьмерки девятки десятки и ни разу не видели уровне ниже восьмого вообще то есть вверх мы уровне видим а вниз нет вообще ни разу мы вот просто от вечер поиграли ни разу не было танков ниже нас уровнем и абсолютно всегда были танки либо нашего уровня либо выше вот вам геймплей на восьмерках накупаешь кучу восьмерок играешь всегда внизу списка дай бог с восьмерками тебя кинет максимум из-за чего последнее время я вообще стараюсь на восьмерках не играть я только на десятках до понимаю десятки не фармят но после нового года серебра много поэтому идти на восьмерки у меня желания нет вообще во первых низкие уровни убили там ибо и редко собираются полноценные 15 на 15 люди пошли вверх на высокие уровни в основном на восьмерки засели превратили этот уровень грубо говоря уже как в песок типа песочные низкоуровневые бои придурашливые потом еще им линию фронта подавая не там на фармятся и даже на восьмерках играть уже не охотаем и в итоге все поползли вообще на десятки при том что еще и десятки ветки сейчас быстро качаются в итоге сейчас ниже 10 уровня вообще спускаться не хочется и на десятом уровне тоже много игроков которые очень быстро прокачали ветки а чё там на этих десятках делать они еще не поняли потому что слишком быстро туда заскочили в общем так если посмотреть то произошла жесткая инфляция уровней и низкие лвла все поползли вверх и на этих высоких уровнях линия фронта подталкивает игроков не играть на прим танках восьмого уровня из-за чего восьмерки играют часто внизу списка а на десятках наоборот людей все больше и больше и больше я надеюсь вы уловили суть что я хочу донести некая логика в этом есть прав я или нет я не знаю ну это мое видение как игрока который часто и много играет вот рандом вот так немножко поменялся хотя на самом деле даже это не немножко много такт в целом я не против если вам нравится линия фронта играйте но глобально на большом расстоянии он немного портит экосистему уровней в игре мир танков на этом все с вами я был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи 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 о Продолжение следует...